В абхазской политике Владислав Арденба возник ярко. Это стало возможным благодаря уникальному сочетанию качеств, которые сфокусировали на нем внимание народа. Народа, долгие годы борющегося за свои неотъемлемые права, свою свободу. Как показала история, выбор лидера у абхазского народа оказался безошибочным, потому что именно Владиславу Арденба удалось совершить то, что сейчас, кажется, было под силу только ему. Владислава Арденба сегодня вспоминают все. Он сделал очень много для Абхазии, лидер. Для Абхазии он сделал, освободил Абхазию от грузинского ига. С грустью, с болью приходится понимать, что, возможно, таких лидеров больше никогда у нас и не будет. И, к сожалению, только в такие моменты начинаешь понимать и ценить, что у тебя было. Наш вождь, наш лидер маленькой Абхазии, он должен был жить, он должен был руководить над нашей маленькой Абхазией, над нашим государством. Благодарностью и теплотой, потому что человек был очень замечательный, очень умный. Он очень любил нашу страну, всем сердцем, всей душой, стремился, чтобы все было у нас хорошо. После войны волю абхазского народа пытались сломить жесткой, унижающей человеческое достоинство блокадой. Однако и в этих условиях народ Абхазии проявил стойкость. Люди на улицах рассказывают, что представить все эти события без лидера Ардзенба невозможно. Нет такой ген, когда мы его не вспоминаем, потому что за тех времен мы очень, Абхазия была пострадавшая. Он действительно стоял впереди всех, когда наша водительная война была. Если бы не он, возможно, если бы у нас такого лидера было бы, никогда мы не смогли бы выиграть такую большую армию, как грузинская армия. Мама моя очень его любила. Когда показывали фотографии по телевидению, она даже всегда плакала. Эти слова, произнесенные Владиславом Ардзенба во время войны, запомнились каждому, кто их слышал. Проходят годы, меняются события и люди. Однако неизменно каждый год, вот уже пять лет в день 4 марта, небо над Абхазией покрывается тучами, а на землю проливается дождь, будто сама природа абхазская чувствует боль утрак. Элинора Гилаян, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ.